Всем привет! Сегодня у нас видео, которое будет посвящено распаковке писем и посылочек с кей-поп-картами и каким-то кей-поп-мерчем групп Stray Kids и The Raw Base One. Я надеюсь, что данный ролик вам понравится. Пишите обязательно в комментариях, какие вы последние покупки совершили в мире кей-поп-коллекционирования, какая ваша последняя купленная карта, какой группы. И вообще мне очень интересно узнать, какие группы вы собираете, потому что я тут вам показываю как-то свои группы, и очень интересно было бы послушать, какие группы собираете вы. Поэтому обязательно пишите об этом в комментариях, я все почитаю, все всем отвечу, это будет очень интересно, будем с вами там немножко общаться. А также напоминаю, что кто еще не подписан на мой YouTube-канал, обязательно подписывайтесь. Также у меня есть Telegram-канал, ссылка будет в описании. А этому видео поставьте, пожалуйста, свой палец вверх, про комментарии уже сказала. А мы с вами давайте будем начинать данную распаковку. Как я уже сказала, сегодня у нас будут Stray Kids и The Raw Base One. Я из своей огромной стопки всего, что у меня приезжало, отделила как-то их наконец-то, посмотрела, кто мне приехал, чтобы как-то поделить на свои группы. И сегодня у нас будет вот такое сочетание Stray Kids и The Raw Base One. Да, давайте начнем с посылочек, у меня тут есть две небольшие посылочки. И я знаю, что в одной у меня нацифик, по-моему, это как раз-таки вот это и будет. Да, наверное, это как раз-таки и есть нацифик. Коробочку убираю. И это мне приехал сет Хёнжина. Мне по описанию понравился его аромат, и я себе решила его взять. Получается, у меня теперь аромат Чонина, Чана и Хёнжина. Феликс я брала только открытки. Не брала его духи, потому что они с яблоком. Я не очень люблю аромат яблока. Не знаю, насколько бы он там чувствовался. А это аромат Хёнжина. И он пахнет каким-то кондиционером для белья. Это достаточно приятный такой, знаете, весенний запах. Вот есть кондиционер для белья Верней. Что-то там скандинавская весна, по-моему. Очень похож аромат, по крайней мере, как мне кажется. Так, тут что-то не хочется ничего отрываться. Тут какие-то подарочки от Шопа. Так, у меня тут такой вот Хёнжин, собачка и котик. А тут, соответственно, должны быть мои карты. Ой, как красиво. В этот раз они всё аккуратненько прям так опаковали. Офигеть. И картон такой плотный. Пора мне уже снова начать сохранять картон после распаковок. Потому что я как-то... Какой-то период времени на это на всё забило. И теперь, когда мне нужно что-то продать, я начинаю дербанить большие картонки от какого-то крупного мерча. А вот такие какие-то маленькие картонки я всё навыбрасывала после распаковок. Торсы её сохраняем. Не покупаем, не тратим денюжки. И так всё приходит. Ну да, вот такой вот очень красивый Хёнжин. Очень красивый. Такие вот открыточки с ним. Прелесть. И такая вот спинка. Аромат этот роза, мускус и зелёные ноты. Ну, наверное, так оно, в принципе, и есть. Очень свежий, очень весенний аромат. И очень красивый Хёнжин. Мы с вами давайте будем двигаться дальше. И у меня ещё вот такая вот посылочка тоже от шопа. По-моему, от этого же. Тут у меня должны быть попсокеты. Я заказывала их с Тая, с какого-то, по-моему, официального магазина Стройкиц. Я могу ошибаться, потому что не вчера это как бы было сделано. И дело всё в том, что я заказывала три этих попсокета. Таможня вытащила мне, ну, точнее, шопу один из них. Я не знаю, чем им так не угодил один из попсокетов. Но вот я заказывала три, мне приехало только два. Они вроде бы как бы перезаказаны. Тут вот такие вот подарочки. Это на Йон, по-моему. Очень мило. Да, я их как бы шоп их перезаказал. Вот я их жду. А тут у меня такие вот два попсокета приехали. Вау, какая милота. Ну, посмотрите на них. У меня тут попсокет с Хёнжином и с Минхо. Я в этот раз не брала как бы своих бельсов. Ну, точнее, третий должен был быть с Чи Нином, да. Веса я всё-таки взяла. Но, чё, Нина вытащили. Поэтому вот тут у меня вот такие вот мальчишки. Я вообще попсокетами особо, ну, не прям таки пользуюсь. Но эти просто прелесть. У них ещё плёночка должна быть, насколько я понимаю. Ладно, она не хочет сниматься, но она есть. Иначе я тут остатки ногтей всё переломаю. Пытаюсь их снять. Так вот, я, ну, обычно ими не особо-то пользуюсь. Но эти мне очень понравились. И я взяла не то, чтобы прям своих бельсов. Я взяла Минхо, Лебита и Джинеретта Хёнджина. Ну, и, соответственно, Фокси Нью Чу Нина. Ну, потому что они мне больше всего понравились. Такие милые. Этот с кроликом даже на голове. Ну, просто прелесть. Очень хорошенький. Ну, теперь осталось дождаться Чу Нина ещё. Посылки закончились. Давайте переходить будем к письмам. Ну, тут у меня такое вот маленькое письмо. Без опознавательных знаков. И тут приехала карточка Ганука. Интересненько. По-моему, это карта из Диджипака. С первого дебютного альбома. Такой вот миленький Ганук тут у меня. И вроде бы да, это карта из Диджипака, из дебютного альбома. Такой очень милый автограф со свинкой. Прелесть. Наконец-то какие-то карты The Robe S1 я стала покупать. Так как первое распаковала, первый альбом. Второй я ещё не получила. У меня уже на доставке Диджипак. А за сами альбомы с меня даже не брали деньги за доставку с колеи. Но ладно. Хотя бы первый альбом я как-то начала потихоньку собирать. И вот такой вот малыш приехал. Итак, следующее письмо. Тут чего-то прям много. Три большие какие-то картонки упакованы. Интересно. Ух ты, это стрейкият. Вау. Посмотрите, как красиво. Ну шок тут наупаковывал. Офигеть. Итак, чунин, которого мы с вами в прошлый раз потеряли. Мы с вами распаковали тогда Феликс. И я сказала, как-то всё странно. А где чунин? Чунин вот. Но с тем Феликсом тоже всё непросто. Я вообще запуталась, потому что я не помнила, чтобы я его покупала. И так оказалось. Я не записывалась на того Феликса из прошлого видео. Вот из этой беленькой серии, которую мы с вами отпаковали. И на него была записана другая девочка. Но такое чувство, что она то ли выписалась, то ли удалила свой комментарий, то ли ещё что-то сделала. И не оплатила вообще ничего. И записали меня. Но я на него не записывалась. Это очень странно. То есть шоп такой, ой, где-то у нас была участница в шопе, покупательница, которая собирает Феликса. Давайте-ка перепишем на неё Феликса. И я проследила как бы... Тут вот такие вот коты милые в подарок у меня. Так, о чём я? Я проследила как бы путь, как был заказан тот Феликс. И правда, меня нету. То есть я не записывалась. У меня нет моего комментария, что там просьба записать меня. Но в какой-то момент на оплате доставок внезапно появляюсь я. А той девочке, на которой был этот Феликс записан, она куда-то пропадает. И комментариев её о записи я не нашла. И внезапно Феликс переписывается на меня. Это очень странная ситуация. Я не стала писать как-то об этом шопу, разбираться, ещё чего-то. Потому что, ну, я не знаю, как-то взять и внезапно переписать на меня карту, на которую я не оставляла, как бы, комментарии о записи. Я понимаю, если бы я не успела, и мой комментарий о записи был бы следующим, и они переписали это на меня. Но нет, у меня вообще не было моего комментария с просьбой записать меня на того Феликса. Не знаю, в чём, как бы, причина и в чём прикол. Но, тем не менее, как-то так. Я, наконец, всё отпаковала, и теперь у меня вопрос, а где у меня вот такой Феликс? То есть, Чунин есть, а Феликса, получается, нету. То есть, на меня записали только вот такого вот Феликса внезапно в другом шопе. А к этому Чунину с чёрной рамочкой у меня, получается, никакой пары нету. Тут у меня хотя бы Феликс внезапно появился. Что с этим Чунином, непонятно. Ну, ладно. И целая куча вот каких-то вот таких вот полароидов. Они шли с сетами, получается. И у меня сет Феликса. Такой вот Safari Man в шляпе с очками. Очень миленькие карты. Дальше Чунинка. Тоже смешной такой с трубой. Господи, круиз по джунглям, реально. Чан, который ещё смешнее в этой своей плетёной тюбетейке. Ну, в общем, очень это миленько всё выглядит. Ну и да, конечно, история с этими полароидами. Господи, я в последнее время нигде не записываю, на что я записываюсь. И потом хлопаю одним местом, пытаюсь понять, на что меня записали, на что я записалась. И имею на руках 100-500 повторок. Ну, в любом случае, очень миленькие полики. Их у меня, конечно, уже дофига великого. И как-то пора останавливаться. Теперь посмотрим с вами вот такое письмо. Мне кажется, я что-то резанула. Ой, блин. Чан, прости. Ой, да, я что-то не то разрезала. Так, ладно. Чан, прости. Вау. Это от моей Кати! Катя, я разрезала чана, прости меня, пожалуйста. Так, это я у Кати покупала карты. В общем, ей выпала там целая куча всего на свете. И ей надо было куда-то все это пристроить. Вот она пристроила это ко мне. Такая милота, такое все хорошенькое. А я тут взяла еще и чана порезала, да. Катя, не бей меня. Целая куча каких-то подарков миленьких. Так. Тут такой вот чан с пузиком. Чунинка. Хёнджинка. Ой, какая прелесть. Целая куча всяких разных подарков. Спасибо, моя хорошая. Господи. Она присылала мне тут. Блин, это упаковка, конечно. Ааа, ну как я должна вот это вот выкидывать? Господи, у меня квартира скоро превратится в какой-то склад помойки. Но я не могу вот с этим вот совсем расставаться. Ну это же заказу. Ну как я должна? Так. Достала. Такое вот все компактненькое. Так. Тут у меня чаник, чунинка. И Хёнджин. Да. Соответственно, три карты я у Кати приютила. Чан у меня, ну не весь собран. Но одну карту я не собираюсь в воду купать. Она мне не очень нравится. Чунин я всего собрала. Ну и Хёнджин просто надо было спасти Катю, потому что в каждом альбоме у нее выпал Хёнджин. Итак, вот такие вот три прекрасные карты мне писала моя Катюша. В каком-то веке она мне что-то дала у нее купить, а не просто мне подарила. И тут вот такой вот вишневый чунин, как я его называю. Очень хорошенький. Хёнджин такой вот рыженький. И очень-очень красивый чан. Да, вот такие вот три прекрасные карты. Пополнение коллекции и практически завершение каких-то вещей с Five Stars. Наконец-то люди там уже вовсю Rockstar покупают, а я тут вот с этими молодыми людьми все еще мучаюсь. Теперь такое вот письмо с вами посмотрим. У соседей проснулась собака и начала гавкать. Моя кошка тоже гавкает? Нет. Моя кошка тоже мяучит вовсю, я не знаю, что ей не хватает. Но да. Так, это у меня от Шопа. Очень-очень дурацкий Шоп. Наш с вами любимый, который любит присылать журналы в две картонки. Это последнее, соответственно, у меня от них отправление. Тут у меня такие вот подарки с Феликсом и с Чаном. И это какое-то, по-моему, последнее самое от них отправление. У меня тут Чан из Крисмаса. Как они? Крисмас Ивол? Во, вспомнила. И это какая-то предзаказная карта. Она мне достаточно дешево досталась. Я уже не помню, от кого это предзаказка. Но она очень симпатичненькая. Сто лет назад я ее покупала. Голографическая. Вы все знаете, что я очень люблю голографические карты. Чайник тут, конечно, чутной такой. Но поскольку карта голографическая, я это прощу. Так, и у меня тут должна быть открытка с Феликсом. Которую я не так давно очень искала. По всей квартире. Осознала я не сразу, что я ее даже еще не распаковала. Да, вот такая вот красота. По-моему, это Лаки Дро какой-то. У меня есть такой же Чунин. И вот Феликс. Очень давно я получила это письмо на самом деле. Но распаковала я его только сейчас, да. Как вы видите, я очень вовремя все снимаю и распаковываю. Безумно красивый Феликс. Такой прям, я не знаю. Он какой-то тут очень интересный. И очень мне нравится. И вообще эти открытки очень крутые. Они такие все, как будто бы на полароид сняты. Это Максидент, да. Еще до сих пор я могу что-то из Максидента распаковать. Почему нет? Ну, тут вообще Крисмас. Ладно. Но Феликс, конечно, тут просто супер красавец. Такое вот большое письмо. Нож, хватит стрелять. Вау. Вау. Это я покупала у девочек. У них тоже есть свой YouTube-канал. И они ведут его вдвоем, так скажем. И вот я у них много чего-то всего набрала. Так, тут просто невероятнейшая красота с Джиуном. Я это сохраню просто вот обязательно. Я не дай бог это куда-нибудь дену. Это вообще калаш, слушайте. Так, это надо очень аккуратненько. Очень красиво. Так, и тут у меня открытка с Джиуном, соответственно. Она из Диджипака. Диджипак Джиуна я не покупала. И не знаю, буду я его брать в итоге, не буду. Это из дебютного Диджипака. Это да, это открытка Джиуна из дебютного Диджипака. У меня есть Диджипак Ганука. Диджипак Джиуна я не покупала. И я не знаю, буду ли я его брать в итоге или нет. О, я ее сняла, отлично. Но, да, открытку я купила. Открытки там все-таки рандомные. Мне выпал ганук в диджипаке ганука. И это просто, я не знаю, вся моя везучесть ушла туда. Но вот такой вот очень красивый джиунчик. Далее. Так, это мы просто сохраняем. Далее тут еще целая куча открыток, которые я тоже взяла, соответственно, из уже самих альбомов. Они идут в рамках, но я сказала, что мне можно и без рамок, чтобы не тратить лишнее место, лишний груз, деньги и тому подобное. Просто отправьте мне, вот и все. Итак, соответственно, у меня тут три открытки, которые мне не хватало, мальчишек, которые я собираю. Смотрите, открытка из темной версии альбома, она глянцевая, но мне больше нравятся. Открытки из белой версии альбома, они, соответственно, матовые. И из белой версии альбома я взяла джиуна и ганука, потому что ни один из этих молодых людей мне не выпал, которых я, соответственно, собираю. Очень смешной, очень кудуявый ганук, тут просто вообще прелесть какая-то. И из темной версии я взяла такого джиуна, ну просто красавец. Спицей такой стоит. И глянцевая, это супер качественная, красивая открытка. Я не знаю, он просто великолепный. Не знаю, на джиуне у меня какая-то вообще гиперфиксация случилась. Взрослый, красивый, в прошлом актер. Ну, ну всем хорош, ну я не знаю, его улыбка. Это минус мои подкошные ноги. Просто, я не знаю, просто любовь какая-то. И все, с бесами остановились, определились, и дальше никуда не пошли. И вот такие вот мальчики-зайчики-красавчики ко мне приехали. Следующее очень огромное письмо. Ничего не в фокусе, да? По-моему, тут должны быть от шопа очень-очень много карт, если я не ошибаюсь. Написано Ганук. Очень интересно. Неужели тут один Ганук? Нет, по-моему, тут должно быть много карт. Если я, конечно, правильно вытащила картонку. Так, проверяем. А, нет! Это реально Ганук. А где то письмо тогда? Я что его... Ааа, я поняла. Вроде то письмо с много карт пойдет в следующую распаковку. Прости тебя, пожалуйста. Я балда. Да, это Ганук. Какой-то. А, это из темной версии альбома, точно. У тех девочек, у которых я купила целую кучу разных, соответственно, открыток, не было Ганука из темной версии. По-моему, они... Не знаю, не было, короче. И мне пришлось еще одной девочке купить вот просто открыточку Ганука. Она мне прислала уже с рамочкой. И вот такая вот красота. Тут все как-то запаковано хорошо. Давайте не будем вытаскивать. Нет, будем. Интерес победил. В принципе, рамочками, рамочками для меня как-то не сильно принципиально. Да, темная версия. Такой вот красавец. Просто великолепный. Я не знаю, открытки из темной версии. Где у меня тут Джоун еще? Это просто что-то восхитительное. Я не знаю, я на них молиться готова. Ну, какие красивые качества на открытке. Правда, вот качество это все. Никаких тебе там пикселей, размытых вся какой-то фигни, еще чего-то, еще чего-то. Просто вот очень красивые. И цветокоррекции. Ну, всем хороши. Ну, вот посмотрите на них. Да. Так что очень классные открытки. Стэнти Страйкидс. Что? Ну, Страйкидс тоже стэнти, окей. Стэнти Зеро Бэйс Ван. Покупайте открытки из темной версии. Это все, что я могу вам сказать в этом видео, потому что они просто восхитительные. Мы наконец-то дошли до последнего письма. И это обмен. Девочка даже записала, спросила, все ли я получила, все ли нормально доехала. Я сказала да. Но я снимаю видео, и когда я наконец-то все это распакую, одному богу известно. Ну, в общем, постаралась ее как-то успокоить, чтобы она не переживала, что отзыв я в любом случае оставлю. Так, тут подарки давайте сначала посмотрим. Тоже девочка мне тут много всего положила. Она еще переживала, что когда получила мое письмо с моим обменом, соответственно, для нее, что она мне плохо упаковала и мало чего положила. Но тут тоже много всего. И ой, какой красивый полароид. С Феликсом, он такой глянцевый. Офигеть, очень красивый полароид. Просто офигенно выглядит. Стикеров целая куча, они сейчас с меня все посыпятся. Прелесть. Обмен был на мини-фотобуке Five Stars. И также открытки. И еще я ей как бы продала просто карту Феликса. Так, тут все отлично запаковано. Ну, очень даже хорошая симпатичная упаковка. Переживать точно не о чем. Так, тут конверт, соответственно, в котором, наверное, будет открытка, да? Да. Я обменяла ей Бончана, который у меня, получается, выпал два раза, на Феликса, который мне не выпал ни одного раза. Вот. И она мне прям вот в этом конверте посылала, который похож на кулич. И, соответственно, фотобук. У меня выпало два, по-моему, одинаковых красных. Я с ней поменялась на желтенький. Так. И вот он, мой желтенький, который мне не достался вообще ни разу. С вот этой вот Старбой версией, так скажем. Очень хорошего качества. Все, в идеальном виде приехала. Ничего не помялось. Вау, какой красивый Феликс. Прелесть просто. Ну, ладно, хотя бы теперь у меня есть все три. Очень рада, что кто-то захотел со мной поменяться. Спасибо огромное этой прекрасной девушке за то, что вот она согласилась на обмен и что все как бы у нас не совпало. У нас товар у вас купец и тому подобное. И что я, наконец-то, закрыла такие свои виши. У меня есть открытка Феликса. У меня есть недостающий третий фотобук. Что как бы может быть лучше. Ну что ж, дорогие друзья, наша с вами распаковка подошла к концу. Многость за сегодня мы с вами распаковали. Истрекицы, зероба и сван. Всякая красота приехала. Но посмотрите просто, какой у нас тут, я не знаю, малинник из красивых молодых людей. Мне очень все понравилось. Все красиво, без какого-либо трэша. Все классно упаковано. И да, достаточно большое получилось пополнение коллекции. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео. Пишите обязательно в комментариях о своих последних покупках в мире кейпоп-коллекционирования. Кого вы сейчас собираете, кого вы сейчас покупаете. Будет очень интересно все это почитать. Обязательно оставляйте свои комментарии. Лайки также, пожалуйста, ставьте. И кто еще не подписан, присоединяйтесь к моему YouTube-каналу и к моему Telegram-каналу. Там у нас вечно весело и какие-то обсуждения всякой ерунды. Но если вы любите весело обсуждения всякой ерунды, то welcome. А я буду с вами прощаться до следующего видео. Спасибо вам большое за просмотр. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok